Девушки отдыхают Сначала я бы уехал в Узбекистан, куда были билеты Потом подумал, где там работа, где что Я оказался вот в Сербии Реально, я полгода назад, у меня мысли не было, что я окажусь в Белграде Но вот я здесь Почему, скажите, для вас это важно, находиться сегодня конкретно здесь, на сегодняшней акции? Ну, даже не знаю Это просто какое-то продолжение участия в моей политической жизни Я все-таки политический активист И я 15 лет участвую в политике Я как раз думаю, в митингах и поменьше, надо сказать Вот И все равно это важно, чтобы люди видели, что есть русские, которые выступают против Путина Я даже думаю, что большинство тех, кто сейчас сюда приехали, выступают против Путина Но просто не очень хотят выступать, скажем так И где-то светиться Какая это была опасность для того, чтобы вы находили в стране Или что послужило причиной выезда? Ну, конкретной причиной послужил второй обыск в моей квартире Когда я, значит, еще после этого меня до вечера держали в следственном управлении И собирались закрыть в изолятор Вот, на двое суток по уголовной статье Но почему-то отпустили Сказали, иди, не хулигань больше Я решил... Я взял ноутбук Полотенце И больше в своей квартире не появлялся И вот я здесь, наверное, с их точки зрения, хулиганю Людям, которые нас посмотрят сейчас в Россию Что хотели бы, возможно, передать, сказать? Держитесь, что я могу сказать Сейчас остается в России очень немного возможностей для, так сказать, реализации своего... Своей свободы слова Для того, чтобы как-то выступать против Все еще можно сказать, что я против Не говоря конкретно против чего Слово «война» там запрещено Но, тем не менее, пока просто за то, что ты говоришь, что я не поддерживаю там специальную военную операцию Никого, вроде бы, пока не сажают Поэтому, если вас спросят уж, так говорите, что вы не поддерживаете Вот Есть еще возможности, скажем так, не совсем легальные Люди пишут всякое там на стенах Клеев, листовки Ну вот все, что я могу вам предложить сейчас, к сожалению Других идей у меня особо нету Да, то есть я не предлагаю там устраивать какую-то вооруженную борьбу или еще что-то в этом духе Но осуждать никого не буду То, что сегодня вот на сегодняшней акции было столько людей, это много или мало? Ну, я бы сказал, что скорее мало Здесь было примерно, ну, человек 80, наверное, по моим оценкам Вот Ну, это действительно немного с учетом огромной массы русскоязычных людей, которые приехали в Белград в последние месяцы Но пока это просто история в том, что еще нет особо таких каналов коммуникации для тех, кто вообще хотят участвовать в такого рода политических акциях То есть вот есть группа в Фейсбуке, там и в Твиттере, там вот это русские, украинцы, белорусы против войны Вот это вот, да, есть какие-то еще, но на них пока не очень много народу подписаны Ну и плюс многие, наверное, боятся, что их там, не знаю, портреты срисуют, они не смогут вернуться в Россию Я не боюсь, потому что на меня там и так две уголовки где-то вот как бы в каком-то непонятном статусе Вот, поэтому... Возвращаться не планируете или просто боитесь? Просто не планирую, соответственно, возвращаться в ближайшем будущем Знаете, как нравится это? Я здесь на ППЖ, пока Путин жив Спасибо большое Сербы, они в основном поддерживают Россию или как это работает? Я бы сказал, что у меня такое впечатление, что сербы любят Путина гораздо больше, чем русские Вот, то есть если вы хотите, можете вот там вот посмотреть, вот там вот, например, не знаю, надпись Вот там вот есть, Радко Младич, типа сербский герой Вот оно, да, вот там вот Радко Младич, сербский герой Да, вот чего мы хотим от людей, у которых на стенах написано «Радко Младич, сербский герой» Радко Младич, военный преступник, сидящий, соответственно, за свои, за организацию массового убийства в Сребренице По сравнению с которой Буча это просто как бы детские шалости И в подобной стране есть какая-то опасность или сложность выражать подобные протесты или митинги? Ну, какая-то теоретическая опасность есть Это, конечно, в заметной степени демократическая страна То есть это не диктатура, здесь нету такого, чтобы запрещали вот эти вот всякие митинги Можно там митинговать и против власти местной, и все что-то в этом духе Но вместе с тем, общее общественное настроение и поддержка, как бы, действующей скорее пропутинской власти Которая больше, скорее, балансирует между Путиным и Евросоюзом Это, конечно, ну, тревожно, потому что здесь, помимо власти, есть и какие-то, скажем так, негосударственные фашистские всякие структуры И они могут представлять опасность больше, чем власти Как думаете, внутри страны, в России еще остались депутаты с оппозиционными мыслями, движениями? Конечно, остались Просто они не рискуют это в прямую так вот высказывать Вот, то есть, многие меня поддерживают, я знаю, в том числе и из моего муниципального совета Вот, но они не могут выйти и сказать, там, не знаю, долой войну Значит, там, позор, там, тем, кто устроил все это в Гуча и всю эту войну Не могут, потому что их за это как минимум уштрафуют, а как максимум посадят У вас, как депутата, какая мысль? Как вообще остановить этот весь ужас и всю эту катастрофу? Я не знаю, вот, честно, не знаю У меня нет никаких мыслей, поэтому... Спасибо Это главное, почему вы нервничаете? Вот я сейчас даже практически плачу именно из-за этого, из-за того, что я не понимаю, как мне что-то сделать, чтобы это прекратилось, понимаете? Вот этот вопрос, он каждый раз, вот, вы спрашиваете, а что делать? А я не знаю, что делать, не знаю Селся в нам Спасибо вам